Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Это урок 50. Мы продолжаем разбирать с вами тему Woodmart, а именно сейчас мы разбираем виджеты, которые внедряются в Elementor от тему Woodmart, что позволяет использовать нам бесплатные виджеты Elementor плюс виджеты Woodmart. И этого функционала нам вполне достаточно, чтобы не перебегать к платному, к Pro-версии Elementor. Я так считаю. И мы с вами главную страницу оформляем. В прошлом видео у нас был слайдер. Под слайдером на главной странице что может быть? Я предлагаю рассмотреть один интересный виджет. Это вкладки товаров Ajax. Сейчас я под слайдером добавляю новую одну колонку. Он находится вот в этой ветке, получается, в самом низу. Что дает этот виджет? Он позволяет симпатично выводить автоматически с вашего магазина на главную страницу выводить товары из разных аспектов. То есть, например, это последние добавленные товары на сайт. И это разбивать по вкладкам. То есть, допустим, первая вкладка. На второй вкладке могут показаться товары со скидкой. На третьей вкладке, допустим, самые просматриваемые или самые комментируемые товары и так далее. И таких вкладок можно сделать, сколько вам нужно. Давайте рассмотрим. То есть, первое, вот этот тайтл, да, вы можете написать все, что угодно. Я напишу товары. Сразу у нас здесь отображается. Description, это какое-то дополнительное там описание можно добавить здесь. У нас появится ниже. Дальше. Задайте изображение. Мы сразу перейдем с вами к вкладкам. Вот их три, и мы видим, что их здесь три. Вот так вот по крестику я удаляю нижнюю вкладку. И у меня остаются две вкладки. Добавить элемент, вы создаете новую вкладку. И эти вкладки настраиваемые. Вот давайте первую вкладку настроим. Я нажимаю на саму вкладку. Сразу передовываю здесь вот текст, чтобы поменять здесь название. Можете писать все, что угодно. Я хочу в первой вкладке вывести новинки, то есть самые добавленные товары на сайт. Сюда на главную, еще раз повторюсь, они автоматически будут выводиться. Тут можно задать иконку. Я вернусь в запрос. Тут самые важные настройки. Источник данных. Я выбираю все товары. У нас есть возможность выводить в эту вкладку рекомендуемые товары, распродажи, товары с якорем новинка, бестселлеры, самые просматриваемые, самые популярные товары. По списку, по ID можно назначить. То есть вот, допустим, список ID я выбираю. Здесь я начинаю набирать товар, который я хочу, чтобы выводился, к примеру. То есть поштучно. Просто начинаю набирать заголовок товара. У меня высвечиваются три товара с названием лампа. Я один выбираю. Вы видите, у меня показывается один товар. Получается, я могу вручную здесь вывести только те товары, которые я хочу, чтобы выводились на главный в новинках. Это, к примеру. Соответственно, вы пишете название другого товара. Выбираете. И вот прям поштучно можно это сделать. Автоматически, естественно, добавляться здесь ничего не будет, потому что я вручную это добавляю. Но я хочу здесь вывести просто все товары и дальше сортировку по дате. То есть, получается, самые новые, самые последние добавленные будут показываться у меня здесь, на вкладке новинки. Дальше, в принципе, можно все тут оставить по умолчанию. И давайте рассмотрим вторую вкладку. Перейду сразу текст. Здесь я пишу скидки. Вот название вкладки, вы видите, меняется на скидки. Теперь возвращаюсь в запрос. И здесь я выбираю распродажи. Как только я это выбираю, перехожу на скидки, у меня выводится только три товара. Можно даже здесь сохраниться. Как определяются скидки для тех, кто, может быть, не знает. Вот здесь вот в товарах есть колонка с ценой. Вот там, где у товаров, у меня может быть видно. Вот здесь, видите, перечеркнутая цена, перечеркнутая цена. Естественно, плагин понимает и выводит именно товары со скидкой. Как я это делаю? Я, допустим, заходил в товар. И это простой товар. Цена задается здесь. И вот здесь вот аукционная цена. Я, соответственно, делаю этому товару скидку. И вот плагин понимает и видит именно вот эти моменты. И, соответственно, выводит их здесь. То есть сначала вы выставляете скидки. То есть если вы скидки убираете, то, естественно, из этой вкладки скидки товары тоже автоматически будут исчезать. Это очень удобно. То есть добавили новые товары со скидкой, они сюда, в эту вкладку автоматически добавились. Вот так работает этот виджет вкладки товаров от JAX. Поэтому это очень крутая штука. Можно использовать на любых страницах. Не забывайте, что более тонко можно настроить стиль. Там отображение верхнего содержимого вкладок слева, справа по центру. Горизонтальный отступ, допустим, вкладок. Можно настроить макет товаров и так далее. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Услуга не издаляя. Худслойка не издаляй. Субтитры сделал DimaTorzok